Здравствуйте! Новый год все ближе, а новостей все больше, и мы не можем позволить себе вас о них не оповестить. С вами студенческие новости и я, Евгений Сидор. Сегодня вы увидите. Это, как правило, мы дарим подарки детям, устраиваем какие-то игры. Когда начались у вас эти все события, я захотел быть здесь. Тот драйв, который дает оркестр и те музыканты, с которыми ты играешь, это мощь, она в тебе внутри сидит, и ты просто отдаешься пунктам. Сказки с малых лет приучают нас к добру, искренности, отзывчивости и храбрости. Прикоснуться к прекрасным и немножко вернуться в детство позволил луганским студентам финист Ясный Сокол. Известный советский и российский актер театра и кино Вячеслав Воскресенский встретился со студентами Луганской государственной академии культуры и искусств имени Михаила Матусовского. Будущие актеры, режиссеры и телеведущие с интересом и даже с некоторым трепетом встретили любимого всеми с детства исполнителя главной роли в фильме-сказке «Финист Ясный Сокол». Актер и раньше бывал луганский, и наш город всегда вызывал в нем самые светлые чувства, поэтому сейчас он просто не мог не посетить его снова и не поддержать луганчан. Когда начались у вас эти все события, я захотел быть здесь. Я называл Луганск город роз. Розовое чувство, розовое настроение, розовое ощущение. Хоть и есть эти раны, которые нанесены вашему дому, город еще сохранил свое достоинство и свою прелесть какую-то, даже в зимнее время. Фильм-сказка «Финист Ясный Сокол» учит быть добрым, смелым и справедливым. Именно поэтому в свое время он пользовался огромным успехом и сейчас не теряет своей актуальности. Вячеслав Константинович рассказал о своей творческой карьере, об особенностях и секретах актерской профессии, а также дал ценные советы будущим актерам в работе над ролью. Друзья, я скажу, что вы выбрали очень тернистый путь. Можно возвыситься и очень сильно возвыситься, но также легко на этом пути и потеряться. Встреча получилась насыщенной, теплой и душевной и закончилась искренними пожеланиями актера. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Всего вам самого-самого наилучшего. Работу парикмахера можно сравнить с работой скульптора или художника. Недаром этот вид деятельности тоже является искусством. И не самым легким. «Не бывает некрасивых женщин. Бывает женщина без прически», так утверждает одна из самых ярких дикторов советского телевидения Ангелина Вовк. Ну и если в повседневной жизни, при нынешнем ее ритме, далеко не всегда дамы находят время на сложную прическу, то в Новый год каждой хочется быть особенно и неповторимой. Студента кафедры художественного моделирования одежды Луганской государственной академии культуры и искусств имени Матусовского искусству создания праздничных новогодних причесок учила парикмахер Анастасия Абраменко. Она провела мастер-класс для будущих модельеров, подготовив к показу моделей, которые представили сегодня первую коллекцию одежды, созданную студентками первого курса. Девочки наблюдали, записывали, зарисовывали действия за действием и наверняка мечтали не просто повторить, но и превзойти оригинал. Кстати, все увиденное будет оформлено как методические материалы и обязательно не раз будет использоваться в процессе обучения. Создание гобеленов – один из изящных видов искусств, очень популярный пару веков назад, как оказывается, актуален и сегодня. В Луганской галерее искусств открылась выставка гобеленов Александры Язловской. Гобелен – это не просто произведение декоративно-прикладного искусства, это сиюминутное настроение автора, его философское отношение к жизни. В экспозицию вошли 25 работ Александра Алексеевны. Сама мастерица призналась, что намеренно отобрала для выставки яркие жизнеутверждающие композиции довоенного периода. А те, что родились под впечатлением от боевых действий в Луганске, решила пока не демонстрировать публике. Их выставка великолепна тем, что разнообразна. Это огромный период творческой деятельности мастера. Поэтому здесь можно наблюдать все те тенденции, которые были свойственны в целом развитию изобразительного искусства, декоративно-прикладного искусства в том числе. Гобелен – стенной ковер с ярко выраженной сюжетной композицией, которая передает исторические события, натюрморт, портрет, абстракцию, эпизоды с фильма или жизни. Работа с гобеленами очень сложная из-за жесткости материала. Вдвойне, если выполнена полностью вручную. Но, посмотрев на экспонаты выставки Александра Язловской, не возникает и мысли, что сделаны они хрупкими женскими руками. Ну, надо учиться, наверное, и рисовать, и цвет чувствовать, и живопись писать, и все. Начнем с того, что большая часть в создании гобелена – это то, что ляжет в голову. Модный вальс, графиня де Монсаро, ностальгия. Нет, это не название произведений искусства. Это прекрасные фиалки, которые радуют нас даже в декабре на выставке Светланы Репкиной. У древних греков по одной из версий фиалка считалась цветком печали и в то же время была символом пробуждающейся природы, ее ежегодного обновления. Без этих цветов не обходился ни один праздник. В наше время почти каждая хозяюшка имеет на своем подоконнике это прекрасное растение. Но если вам не посчастливилось быть обладательницей этих нежных цветов, вам стоит посетить выставку Луганского клуба любителей Синполи Виола. После столь тяжелого времени, вот первый раз мы устроили выставку, а в дальнейшем мы планируем каждый месяц устраивать выставки. На выставке представлены более 500 сортов Синполи, отечественной и зарубежной селекции, а также коллекционные виды разных ценовых категорий. Если же среди всего этого разнообразия вы не найдете цветок, который придется вам по душе, вы можете посетить сайт, на котором отыщите более 3000 видов фиалок. Организаторам выставки я могу сказать, что они-то большие молодцы, что они сейчас смогли привезти все сюда. Фиалки в прекрасном состоянии, все цветущие. Организатор выставки Светлана Репкина известна не только в Луганске, но и далеко за его пределами в России, Соединенных Штатах Америки и других странах. Ей удалось вывести единственный в мире сорт – Леон Сьерли Сприн. Гигант с очень необычными цветами. Все великие музыканты – хорошие импровизаторы. Ведь так? А нынче говорят, что музыканты могут свободно выразить себя лишь в джазе. Давайте вместе посмотрим. На этот раз джаз звучал на Красной площади 7. Не так давно джаз был под запретом, а сегодня мы можем свободно слышать его аккорды на Красной площади, но не на Московской, а в нашем творческом центре ЛГАКе. Джазбенд под руководством заслуженного артиста Украины Николая Йобсы порадовал своих поклонников новой программой «Джаз и не только». В этом году состав джаз-бенда обновился. И в концерте дебютировали молодые и талантливые музыканты, учащийся колледж ЛГАКе «Ван Твердахлеб» Алексей Селютин и учащийся Академии Николай Варапай. Сердца любителей джаза замирали от звуков саксофона и волнующих переливов фортепиано. Со сцены звучали «Дом восходящего солнца», «Земля птиц», «Леди будьте добры», «Давай полетим сейчас» и другие известные и довольно непростые в исполнении композиции. Атмосфера концерта была фантастической. Ведь джаз – это не просто музыка, это скорее образ жизни, особое состояние души. Тот драйв, который дает оркестр, и те музыканты, с которыми ты играешь, это мощь, она в тебе внутри сидит, и ты просто отдаешься публике. Сами музыканты говорят, что исполнять произведения такого высокого уровня сложно, но интересно. А солировать начинающему исполнителю еще и волнительно, ведь соло должно быть глубоким и насыщенным. Джаз – это очень интересная музыка, здесь можно импровизировать, разнообразие здесь присутствует. Везде, где есть думающие люди, которые слушают джаз, живет свой особый колоритный стиль. И поэтому на сцене творческого центра «Красная площадь-7» будет звучать джаз неповторимый и по-своему уникальный. У студентов Луганской Академии Культуры и Искусств есть такая добрая традиция – дарить детям счастье. Вот и в этом году на День Святого Николая малыши получили море подарков и огромное количество положительных эмоций. Из детского сада номер 2 – Дмитрий Гушкарев и неповторимые дети. Что сегодня за праздник? Новый год! День Святого Николая, Максим! Студенты и преподаватели факультета изобразительного искусства Луганской Государственной Академии Культуры и Искусств имени Матусовского и отделения изобразительного искусства колледжа ЛГАКИ сегодня помогали Святому Николаю. Собрав символический мешок подарков, картины, фигурки, игрушки, созданные ими же, они пришли в Луганский детский сад номер 2, чтобы подарить все это малышам. Но только этим не ограничились. Дело в том, что День Святого Николая – это, как правило, мы дарим подарки детям, устраиваем какие-то игры, то есть песни. Это еще и издавна принято, что в День Святого Николая вот такие празднества проходят. И мы не могли оставить без внимания детский сад, вот таких малюток. В старших группах детского сада «Подсолнухи» и «Рябинка» они провели настоящие мастер-классы. Во время которых учили малышей рисовать, лепить, вырезать снежинки. Со студентом второго курса специальности «Скульптура» изобразительного отделения колледжа Александром Беляковым лепили символ будущего года – овечку. С Анжеликой Радченко малыши создали стенгазету, посвященную Новому году. Сейчас нужно, именно детям не хватает тепла, ласки, добра. И, наверное, не так важны сами подарки, а то, что они делают. Вы посмотрите, как у них блестят глаза. Посмотрите на эту замечательную газету. Это их. Они мне даже подсказывают, куда повесить снежинку, куда повесить снегурочку. Накануне Дня Святого Николая Министерство образования, науки и культуры ЛНР, Патриотическое объединение «Булат» и детская общественная организация «Лугори» сделали детям города красивый подарок, пригласив их на встречу с талантливыми людьми. В концертном зале Луганской государственной академии культуры и искусств имени Матусовского, куда приехали воспитанники детских домов, интернатов и ряда учебных заведений, провели мега-шоу с участием танцевальных коллективов Луганска, а также любимых и знакомых многим с детства актеров Владимира и Юрия Тарсуевых. Это они 35 лет назад сыграли в фильме «Приключения электроника», а нынче приехали поддержать и поздравить с предстоящими праздниками луганскую детвору. Новогоднюю сказку «Послание Коще или Новый год отменяется» подарили малышам Луганска студенты кафедры театрального искусства Луганской государственной академии культуры и искусств имени Матусовского. Три дня концертный зал творческого центра «Красная площадь-7» был наполнен счастливым детским смехом. Сказочные герои «Три богатыря», «Гномики», «Двой злорца», «Чеширский кот» и, конечно же, «Дед Мороз» и «Снегурочка» со сцены рассказали увлекательную историю о том, как добро побеждает зло. Коварный Кощей был повержен, и Новый год состоялся. Сценарий и постановка спектакля самих студентов в главных ролях они же. Представление принесло радость не только детворе, но и их родителям. Девушки в роскошных платьях, молодые люди в бабочках и танцы, танцы, танцы. Все это и даже больше было на новогоднем балу в Луганской государственной академии культуры и искусств. Накануне Нового года в Луганской государственной академии культуры и искусств имени Михаила Матусовского обязательно проходит студенческий бал. Это традиция, и от нее решили ни в коем случае не отступать. Будут поддерживаться традиции, значит, будут жить люди, будет жить государство, будет жить коллектив, будет жить академия. Почетным гостем праздника был заместитель председателя Совета министров ЛНР по социальной политике Василий Никитин. Он признался, что впечатлен красотой торжества и его участников, но на балу разговаривали немного, гораздо больше танцевали. Студенты и преподаватели во главе с ректором академии традиционно в течение нескольких недель перед балом на специально организованных репетициях разучивали или повторяли основные движения полонеза, польки, подыграса. И на празднике, руководимые его официальным танцмейстером Людмилой Негодой, продемонстрировали, что репетировали не зря. Атмосферу первого балла Наташи Ростовой, такую тему для торжества выбрали в академии на этот раз, мастерски воссоздали студенты кафедры театрального искусства под руководством своих преподавателей Оксаны Малаховой и Александра Александрова. Нужно было соответствовать рамкам эпохи, но реакция зрителя оправдала наши ожидания. Это было очень интересно и увлекательно для нас, как для студентов, и для зрителей, думаю, тоже. Украшением балла стал показ моделей, созданных первокурсниками кафедры художественного моделирования. Здесь также играли в игры, участвовали в аукционе. Свои работы для него представили студенты и выпускники факультета изобразительного искусства. Выбирали короля и королеву балла. Ими стали студенты Николай Ермоленко и Анна Матюхина. В наше такое сложное время те, кто пришел сюда, они все и королевы, и короли балла. В общем, весело. Я люблю Академию, я люблю лугаки. Ну а после балла студенты Академии разъехались на каникулы, договорившись вернуться на учебу 1 февраля с новыми силами, новой энергией и с хорошим настроением. Новогодние праздники уже совсем близко, поэтому не будем вас задерживать. Скорее наряжайте елку и бегите за подарками для самых родных и близких вам людей. С наступающим Новым Годом!